Добрый день дорогие друзья, с вами Академия Трейдинга и Инвестиций, меня зовут Гаценко Андрей И сегодня 5 июня и мы делаем видео обзор торговой недели по торговой стратегии Price Action, а также по объемам Но перед тем как приступить к графикам, мы с вами посмотрим какие новости нас ждут на этой неделе Итак, новости Сегодня у нас в Германии духа в день Так, в Украине у нас строится, отлично Так, нас интересует Америка Так, сегодня по евро сильных новостей не будет В 11.30 британец Так, и вечером немного новостей по доллару Надеюсь они уже будут положительны Кстати, в 17.00 3 БК сегодня по доллару Обратите внимание Так, завтра в 7.30 австралиец, кто его торгует, очень внимательно смотрите Опять в 17.00 Открытые вакансии по доллару, отлично Так, в среду В среду, в среду, в среду У нас как обычно в 17.30 запасы нефти Это очень хорошо Так, 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 так Внимательно смотрите В четверг, если будете переносить долларовые позиции В 5.48 по Китаю Новости сильные Так, 14.45 Процентная ставка по евро Внимательно смотрим В четверг В 14.45 Может евро потрясти И в 15.30 с пресс-конференцией ЕЦБ То есть четверг день евро Так, и пятница Пятница Опять у нас ночью Китай В 11.30 британец И все Так, 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 так Из того, что мы торгуем Нам больше ничего не интересно Так, значит Что Резюмируем на Неделю Самые-таки важные новости По парам Которые мы торгуем В основном Ну, по вечерам По 3 БК По 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 И все остальное В пресс-конференции ЕЦБ Это все четверг И в пятницу Обычные новости По Британцу В принципе все Давайте приступим к графику То, что Меня интересует В первую очередь Так Значит Что Евро на прошлой неделе У нас Не отработало Внутренний бар Пин-бар Связано это с новостями По Занятости В США Бар Он был Довольно Такой Процессового формирования На дневках Был довольно понятный Вот Я Со Со Следующего месяца Буду давать Видеообзоры На каждый день И вы Такое Можете взять В принципе Значит Что Примечательно Что Бар Недельный Который закрылся На Прошлой неделе Он Обновил Экстремумы Внутреннего Бара Оба Экстремумы Фактически Сделав Вот такой Треугольник Расширяющийся Да Довольно На Высок На высоких Ценах Это все Произошло И возле Высоких Экстремумов Если вы Помните То Это Были Выборы Президента США Мы Торгуемся Сейчас По Этим же Ценам То есть Рынок Уже Отыграл Усиление Доллара После Выбора Трампа Значит То Что Сейчас Происходит Такие Расширяющиеся Треугольники Как Правило Создают Для того Чтобы Набрать Денег И Вносят Всех Да И покупателей Продавцов С одной Стороны Это хорошо С другой Стороны Надо понять Куда Нам Занять Позицию Для этого Нужно Просто Следить За Уровнями И понимать Интересы Игроков Как Тех Кто Находится В плюсе Так И те Кто Находится В минусе Вот Поэтому С точки Зрения Недельного Price Action Здесь Нет Сигнальных Барах Уровень Есть Да И за ним Кстати Могут Еще Прятаться Стопы Продавцов Которые Могут Быть Засажены С Вот Этого Внутреннего Бара Таких Людей Довольно Много Поэтому Нам Придется Понизить Таймфрейм И Посмотреть Кто Где Стоит Процесс Появления Бара Который Скажем так Пробил Внутренний Он Начался С Поглощения Поглощение Проходило Вот Скажем так Плотности Середины Мая Месяца Вскопление Свечи Оттуда же У нас Прошло Поглощение Фактически Сетап Класс 1 Плюс 1 С захватом Ликвидности На хаях То есть Что это Нам Говорит Нам Говорит О том Что Игроки Которые Стоят В лонгах Их Никто Не Трогал Представьте Себя Что Вы В этом Накоплении Набрали Лонгов И Вот Этим Откатом Вас Просто Не Выбило Ваши Позиции Как Были Положительными Даже На момент Появления Поглощения Так И Остались И Это Для 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 лонгистов Нормально Вот Дальше Те Кто Находился В шортах Верхней Плотности Вот В этой Они По идее Да Те Кто Ставит Стопы На Новости В пятницу Получили Здесь По стопам Но Что Интересно И Примечательно Что Сам Процесс Появления Этого Гигантского Бара Он 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 Стрельнул Не С Хая Да Истинным Пробоем Этого Экстремума И Пробоем Трамповского Хая А Импульс Вылетел Изнутри На торговке Давайте Покажу На объемах Ну Вот Смотрите То есть Импульс Полетел Изнутри Пробил Экстремум И Сейчас Мы Находимся Внутри Так Назоваемый Флаг Все Его Знают Прекрасно То есть Работа Совершена Но Вот Этот Уровень Меня Сейчас Очень Очень Интересует То есть Это Хай Пробитый Да Пробитый Хай Прошлой Недели То есть Фактически Пере Перехай Прошлой Недели Перехай Поза Прошлой Недели На прошлой Произошел Очень Очень Слабенько То есть Смотрите Весь этот Хай Он находится Вот здесь И Это Мне Напоминает Набор Позиции Если бы Вот этот Пробой Весь Да Стрельнул Вот Он Стрельнул Где Нибудь Вот Здесь Наверху И Своей Там Силой Да Пробил Этот Экстремум И Трамповский Хай Который Там Был Когда Он Был В Ноябре Месяце Тогда Можно Было Это Считать Истинным Пробоем И И Искать Соткат Какие-то Лонги То Что Я Сейчас Вижу Меня Какие-то Длинные Лонговые Позиции Не Тянет То есть Мне Это Напоминает Ложный Пробой Или Так Назваемый Ложняк Но Смотрите Внимательно Тех Те Игроки Которые Здесь Сейчас Которых Затянуло В эту Плотность То есть После Новостную Плотность И Их Стопы Стоят Либо За Хаем Вот Этим Да По Фьючерсным Котировкам Это Ну Азиаты Правда Как обычно Нет Нет Это Еще Американцы Закидывали Сюда Удочки Но Это Было Недалеко 12 Сколько У нас Там 1 29 35 А Стопы Покупателей 1 Ну Пусть 12 62 То есть В этом Диапазоне Они Находятся Игроки Которые Засажены И в Баи И в Сел Вот Значит Для Покупателей На мой Взгляд Интересная Зона Отката Будет Именно Вот В этой Плотности Вот То есть Если Маркетмейкер Поведет Цену Дальше В Ланге То Интересная Зона Покупок Будет На уровне 1 125 По Фьючерсам И Мне Интересен Будет Вот Такой Блин Усбхит Рисовалка Кривая Так В общем Мне Будет Интересен Вариант Развития Событий В Ланге От Плотности Скажем Новостной В пятницу Вот Эти Объемы Они Связаны Скорее Все Со Стопами Тех Огроков Которые Или Бай Стопами Сел Стопами Либо Обычными Ордерами Которые Перед Новостями Ставили Отложку В Бай Сел Их Протянуло Вот Здесь Проскальзыванием Выше Этого Экстремума Соответственно Отсюда Можно Поискать Ланге Если Эта Плотность Не Будет Удерживаться Значит После Новостном Флейте Будет Держать Этот Объем Соответственно Он Мне Будет Интересен Как Именно Как Шортовый То есть Вот Эти Две Области Верхняя Область Сопротивления Нижняя Область Поддержки Надо Внимательно Следить За Их Удержанием Опять же Все Это Потому Что Сам Пробой Хая Был Неглубоким То есть Очень Вяленьким Таким Вот Поэтому По Евро Буду Следить Именно За Таким Развитием Событий К тому же Еще Мы Очень Сильно Оторвались От Трендовой И Было Логично Нам К Ней Подобраться Как Минимум Да Вот Но Сейчас Расклад Именно Такой По Евро Буду Следить За Этими Зонами Как Это Выглядит На На Свечах Да Ну Примерно Сейчас Я Вам Покажу Я Вам Показывал Минутный Таймфрейм На Свечах Значит Это Плотность Будет Ставка Фигуры Так Геометрически Это Где-то Вот Здесь Чуть Выше Вот Здесь Находится Я Показываю Вот Эту Вот Эту Плотность Вот Эту Чуть Выше Она То есть Удержание Ее Будет Интересно Очень Часто Американцы Делают Как Они Скидывают Стопы Покупателей Упираются В Эту Плотность И Дальше Идем Наверх Я Такой Очень Часто Я Видел И После Пресс Конференции ЕЦБ Не Один Раз Отрабатывал Такие Стапы В принципе Могу Вам Даже Сейчас Показать Как Это Было Надеюсь Вам Будет Интересно Так Это Было Вот Здесь 3 Декабря 15 Года Я Торговал Эту Ситуацию Была Пресс Конференция ЕЦБ Собственно Был Импульс И Вся Плотность Не Вся Одна Плотность Была На самом Верху А Другая Была Вот Здесь Скорее Всего Она Была Связана С Пробоем Вот Этого Экстремума Вот Этого Где Собственно Продавцы Могли Сюда Застопиться Вот И Ну Естественно Их Проскользило Вот И Объем Вылетел Вот Именно Здесь И Через Два Дня Собственно Рынок Откатил На Эту Плотность И Я Вот Это Движение Взял До Переха Тут Кажется Как бы Немного Это Такое Небольшое Ерундовое Движение Но Здесь 200 Пунктов Потому Что Это Д1 То же Самое Здесь Чуть Больше Меньше Масштабе Но Смысл Один И тот же То Есть Сейчас Крупному Игроку Чтобы Заработать Нужно Понять Где Лежат Деньги Продавцов Здесь Выносили В том числе На Европе В конце Америки Вернее А стопы Покупатели Они здесь Как стояли Так и стоят Соответственно Захват Их Очень часто Бывает Приоритетом В работе Игрока Крупного Собственно Забрав Деньги Да Вот эти Он Упрется Вот в эту Плотность И собственно Будет уже Надо будет Наблюдать Именно За ней Если Между Вот Этой Плотностью Этой Начнутся Качели Вот То Фактически Будет Отрабатываться Местные Уровни Объемные Поддержки Сопротивления Но Один из которых Объемные Другой Будет Нижние Границы Вот этой Наторговки Все Этот уровень Прекрасно Видит Будет его Очертить Соответственно Работа Между ними Вернее Анализ Динамики Цены Между этими Уровнями Даст вам Понимание Эта Эта Наторговка Является Набором В сел Либо Нет Если Этот объем Отобьется В Этот уровень И Дальше Не пойдет И начнется Вот здесь Вот Такая Чехарда Вот То Соответственно Можно уже Работать На пробой Вот И это Уже Будет С хорошими Целями Вот Вот Сюда Уже Тогда Этот Объем Будет Тогда Этот Импульс Будет Съеден И Возможно Да Здесь Появится Поглощение Вот этого Бычьего Дня Что Собственно Будет Говорить Уже О сломе Тенденции Вот Но Нам Нужно Внимательно Следить За Тем Как Сейчас Будет Выносить Стопы Тех Кто Сейчас Засажен В плотности Пятничной Надеюсь Я вам Понятно Все Объяснил И Вы Примите Правильное Решение Так С евро Все Давайте Возьмем Золотишко Золотишко Также Улетело В космос На Новостях По Занятости То есть Доллар У нас Слабеет Тоже Странно Да Что Ну Странно Для меня Что Вот В этой Бычьей Всей Натяжки Никого Не Вынесли То есть Для Золота Это Странно Да Самый Большой Бар У нас Сейчас Появился Вот В этой Всей На Торговке То есть Если Если Померить То Длина Его 200 Пунктов Даже Чуть Больше Сильный Тарный Бар Последний Такой Был Вот Здесь Ну Вот Возможно Это Кульминация Вот Не Буду Не буду Гадать Но Дело в том Что на Недельном Таймфрейме У нас Идет Обычный Обычный Процесс Распределения То есть Был Внутренний Бар Хороший Хороший Удар После Него Ланги И Собственно Рынок В рамках Недельной Тенденции Просто Растет Да Единственное Что в этом Росте Вот Последний Бар В очереди Дневной Он Очень Большой Соответственно Мы Тут Дошли До Гэпа Да Тут Практически Так же Как и По Евро Идея Примерно Одинаковая Ну Допустим Представьте Себя Каким Нибудь Игроком Который Допустим Работает На Повышение Золота Будете Ли Вы Вот В такой Ситуации Покупать На Какие-то Серьезные Удержание То есть Это Довольно Дорого То есть Вот Этот Покупать Так Высоко На Мой Взгляд Не Очень Грамотно То есть Даже Если Б Я Работал В Ланге По Золоту Я Б Это Делал С Отката На Какие-то Уровни На Плотности И Так Далее Покупать Очень Дорого Здесь И Я Думаю Это Сейчас Все Понимают Поэтому После Такого Импульса Сильного Я Думаю Что Золото Войдет В Какой-то Флет Вот И На Самом Деле Вот Эта Новость Она Тоже Она Появилась Как бы Из Глубины Вот Этого Всего Канала Который Мы Сейчас Здесь И И Вынесла Его Скажем Вынесла Цену За Верхнюю Стенку Это Тоже Похоже На Скажем Так Кульминацию Вот Этого Движения В Которым По Серьезному Не Выносили Покупателей Да Это Связано Конечно С Ослаблением Доллара Там Все Такое Но Если Б Этот Импульс Опять же Полетел С Середины Канал Либо С Верхней Стенки То Это Было Более Интересно Но На Данный Момент Рассматривать Какие-то Серьезные Ланги По Золоту Я Откатывая Для этого Нужно Открыть Объемы И Посмотреть Что У нас Здесь Происходит По Объемам Так По Объемам У нас Собственно Гигантские Объемы Здесь Вылетали Связанные Они Вот Эти Объемы И Со Стопами И Вот Эта Плотность Очень Интересна Которая Даже На Момент Своего Появления Явилась Областью Поддержки Вот Поэтому Эта Американская Плотность Будет Интересна Либо На Продолжение Либо Если Она Пробьется То И Эта Плотность Находится Вот На Уровне Экстремума Можно Поработать От нее Уже Другую Сторону Так GC 20 Сейчас Секунду Возьмем Минуточку Применить Да Собственно По Золоту План Аналогичный Евро Потому Что В обоих Парах Сейчас Рулит Бакс И Никаких Именно Баксовые Новости Никаких Других Идей Здесь Не Может Быть То Есть Все Кто Сейчас Стоит В Лонгах Они Будут Стопиться За Вот Этот Лой Соответственно Если Американцы Закинут Или Европейцы Что Навряд Вряд Ли Америка Такие Движения Мудит Если Будет Заброс И Подрезка Стопов Покупателей Мы Влетаем В зону Вот этих Объемов И Именно Здесь Будет Интересен Нам Разворотные Конструкции Сломы Микротенденции Объем И Собственно Новая Динамика Отсюда Если Эта Плотность Держаться Не будет Разворотных Конструкции Не будет Значит Те Кто Вот здесь Наберет Они Будут Скажем Так Областью Сопротивления Вот Таким Образом Но Дело В том Что По Еврику Вернее По золоту По золоту По золоту На дневках Так Дневки Мы Смотрели Недельки Да Смотрели Все Думал Что Не гляну Мы Так Собственно Вот Так То есть Покупать Где-то На хаях После Такого Длинного Прохода Но Это Неразумно И стоп Вам Некуда Поставить В данном Случа Рекомендую Следить За Вот Этими Двумя Значит По фьючам Это 1275 Захват Ликвидности Отсюда Максимум Там 1272 И Отбой Если Если Отбой Истинный Мы Пробьем Эту Зону Назад И Сядем На нее Сверху Если Вернее Если Пробой Ложный То Пробьем Сядем Сверху Это Будет Динамика Наверх С целью Перехай Если Пробой Истинный То Здесь Будет Большой Объем Фактически Структура АБЦ На пробой То есть Надо Внимательно Смотреть Именно Эти Зоны Как Правило В тенденции Это Все Удерживается И Цена Идет Дальше Так Значит Что В обоих Случаях В обоих Случаях Потенциал Конечно Небольшой Но Это Все В рамках Тенденции И В рамках Объемов И В рамках Уровней Которые Мы Пробили То есть Схема Такая Посмотреть Именно За Вот Этой Зоной На Отбой В рамках Тенденции И В принципе Даже На перехай Нормально Там 80 Пунктов Можно Посмотреть Если Здесь Разворота Не Последует Значит Это Будет Истинный Пробой И Соответственно Отсюда Вынесут Всех Покупателей А раз Вынесут Покупатели Останутся Только Продавцы Которым Собственно Которым Покупатели Заливали Свой Объем Соответственно Эта зона Станет Зоной Сопротивления Уже В другую Сторону Но В рамках Бычьей Тенденции Это Будет Интересно Так Идем Дальше Значит Нефтяночка Нефтяночка Значит Нефть у нас Сейчас Стоит Так В районе 48 48 48 48 48 Мы На дневках На дневках У нас Есть Пинбар Пинбар Связан С Отработкой Уровня 47 Долларов За баррель Вот Вот Они Эти Забросы Кстати На форуме У меня Некоторые Ребята Спрашивали Почему Их Выбило В районе 47 Здесь Они Покупали Скажем Так На объемах Чуть ниже 47 Отвечу Здесь Потому что Писать мне Неохота В районе 47 Вот Тест 47 Проходил У нас Очень Очень Рано Да То есть Фактически На Европе Лучше Торговать Нефть И Особенно Золото Именно На Америке Вот Эти Все Забросы Они Уже Были После Открытия Америки После Всех Новостей Соответственно Как правило Куда бы Вы Не Зашли На Европе Особенно На Золоте Вас На Америке Выкинет Из Рынка Поэтому Если Вы Залазите На Европе Будьте Готовы К Забросам На Америке Либо Их Можно Пересидеть Либо Внимательно Смотреть Как Они Появляются Но Просто Так Поставить На Европе Без Убыток И Сказать Что Я Король Мира Не Очень Правильно С Другой С Другой С Вы Затарились Нормально По 47 То Скинуть Часть Позиции На 47 С Половина Это Нормально К тому же Еще Здесь Был Максимальный Объем Дня На 47 С Половиной А Невс Кстати Полукруглые Уровни Тоже Очень Здорово Уважает Поэтому Меня Сейчас Будет Интересовать Уровень Именно 48 Потому Что Он Здесь Являлся Хорошим Таким Уровнем Поддержки Сопротивления И в момент Падения И в момент Роста Собственно В рамках Обычьей Тенденции Мне Будет Интересовать Удержание 48 Сверху То Что Вы Здесь Видите 48 Там 900 Там Можете Пока Не Смотреть Это Просто Уровни Перенесены С фьючерсного Рынка Вот Значит По Фьючерам Мне Интересует 48 48 Сейчас 48 Сверху Вот И Кстати Вот Площадочка Интересен Ложный Захват Но Сейчас У нас Европа Посмотрим Пинбар Есть Уровень Есть Будем Внимательно Смотреть За Его Отработкой Соответственно Можно Прокатиться На Сотку Другую От 48 Да На Пару Соток Есть Здесь Проход Вот Уровень Четкий Надо Просто Занимательно Понаблюдать Те Кто Покупал От 47 Правильно Делали Но Вы Понимали В моменте Что Тоже Есть Здесь Уровень Поддержки Сопротивления Круглый Просто В таких Случаах Когда Вы торгуете Против Тенденций Да Фактически В касании Уровня Вы просто Закладываете Стопы Побольше Если Вы Начинаете Коротить Против Против Шерсти То Вас Будет Выбивать Кому Же Неправильное Время Так Дальше С Нефтяночкой Понятно И Следующий У нас Инструмент Это Фунт И фунт Меня Сейчас Интересует Больше Всего Потому Что Я По Нему Стою Шорты Я думаю Вы об этом Знаете Те Кто Смотрит Форум Почему Шорты По Британцу Очень Просто По Британцу Мы Сейчас Стоим На Фьючах Под 1.29 У меня Позиция На 1.29 Я ее Удержал На Плохих Новостях По Фунту По Этому По Ев Блин Заговорился Уже Сегодня По Баксу Но Я просто Знаю Что Баксовые Новости Фунту Они Как правило Они Чуть Чуть Двигают Но Он Потом Идет Своим Чередом И На Самом Деле Подтверждением Моих Слов Будет Небольшой Пример Сейчас Покажу Вот Только Что Я вам Показывал Помните В декабре Да Вот Декабре 15 Года Пресс Конференция Была Тоже ЕЦБ Драги Все Выступили И Еврик После Вот этого Импульса Да Он Растянулся На Тысячу Пунктов То есть То Что Они Здесь Наговорили Растянуло Еврик Просто Во Всю Длину Да Фактически Его Флет Вот этого Канала Годового Вот В то же Самое Время По Британцу Смотрим Та же Самая Новость Это Что У нас Декабрь 15 Года Открываем Дневку Декабрь 15 Года Вот Она Эта Ситуация То же Самое Время Британец Растянулся Всего На 200 И Уже Через Две Недели Собственно Эти Все Новости Просто Переварил В рамках Своего Тренда Когда Вы Торгуете Того же Британца И Видите Какие Импульсы В Связанные С Баксом Сюда Задайте Вопрос Насколько Эти Движения Скажем Так Объективны В рамках Тенденции Этого Конкретно Этого Инструмента То есть Бакс Здесь Помогает Британскому Тренду Либо Ему Мешает Соответственно Что Здесь Сделали Вот Фактически Вот Эти Вот Это Ослабление Долларов Здесь В моменте Оно Было На руку Игрокам Которые Играли На понижение Британца И они Использовали Эти импульсы Просто Для того Что Добрать Позицию Собственно Вот Так По Британцу Меня Интересует На этой Неделе Отработка Волны С В рамках Вот Этого Импульса От 1 1 1 1 3 Дело В том Что Если Вы Внимательно Посмотрите Так 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 Сейчас Я вам Покажу Уровень Интересный Синим Выделю Так Цена 1.29 1.29 Это Вот Эта Синяя Линия У меня На графике Соответственно Вы Помните Да Что Мы С вами Ловили Ланги От 1.24 До 1.29 И 29 Являлась Являлся На Какой-то Момент Времени Поддержкой Да И здесь Проходили Сигнальные Бары На Повышение Ну Вот Но Вот Эт Последний Импульс Он Эту Структуру Сломал На мой Взгляд И то Что Мы Сейчас Видим Под Уровнем 1.29 Это Никак Не Сила Быков То Есть Фактически 2.0 Бара Ну Ну Тут Тело Небольшое Обычай В пятницу Опять же Небольшое Хотя Доллар В пятницу Очень Сильно Просел И В паре Фунт Доллар Это должно Было Привести Просто К росту Так же Как и В евро Либо В золото Но Британец Удержался И Я Когда Делал Разбор Торговой Недели Говорил Что Британец Удержался Под 1.29 Меня Интересует На этой Неделе Отработка Структуры А Б Ц От 1.2 Сколько У нас От 1.3 Мы Упали В 28 Тестируем 29 И Можем Пойти На Пару Соток Собственно Сотка Ну Даже Если Будет Две Сотки Это Будет Нормально Те Те Любит Расширение Фибоначчи Собственно 161 Будет Как раз Вот Если Смотреть 1.29 Так Здесь Мы проходим Сотку Здесь Проходим Вторую И Здесь Будет Третья Вот Три Сотки В принципе Было бы Объективно Такое Развитие Событий И Собственно Британец На этой Неделе Меня Интересует Больше Всего Потому Что Этот Потенциал Самый Большой Из Всех Пар Которые И Товаров Которые Я Сегодня С вами Разобрал Вот То Что Мне Интересно И Соответственно Буду С этим Работать Если Будет Пробой Этого Уровня Да Может Быть На Дневках То Соответственно Можно Будет Уже 29 С 29 Работать Как С Поддержкой На Дальнейший Рост Но Я Сомневаюсь В этом Потому Что Этот Пробой По Идеи Должен Был Произойти В пятницу Наслабление Бакса Значит Если Этого Не Произошло Значит Британец Слабеет Быстрее Чем Слабеет Бакс И Вот Эта Остановка В Этой Зоне Она Она Мне Интересна В качестве Ослабления Британских Быков И Я Надеюсь Что Вот Эти Медведи Начнут Себ Проявлять Именно Под 1 29 Вот И Первая Цель Это Конечно Сотка На 28 Дальше 27 Дальше 26 Вот Что Я Хочу Увидеть И Разворотные Конструкции В этой Зоне Мне Наиболее Интересны В принципе На этом Все Мы Разобрали 4 Инструмента Всем Удачи В торговле С вами Был Академия Трейдинга Инвестиций Меня зовут Гаценко Андрей Всем Профитов До Встречи В среду На Моем Мастер Классе 18.00 Название И Анонс Его Будет На сайте Академии Трейдинга Инвестиций Прям На главной Странице Которую Я вам Сейчас Покажу Так Это Будет Здесь Прям Посередине Будет Название Мастер Класса По Средам 18.00 Всех Жду Буду Рад Если Будет Много Людей Собственно Всем Спасибо До Новых Встреч Всем Профитов И Пока